Встреча с Юлией Гавердовской Встреча с Юлией Гавердовской Встреча с Юлией Гавердовской Встреча с Юлией Гавердовской что не так, что так, разногласия, появился ребенок, недопонимание, не знаем, что делать после свадьбы. И я решила, что это будет моя форма благотворительности, это будет бесплатно для девочек. Я буду им рассказывать, что же на самом деле происходит после свадьбы, как себя вести с мужем, что делать, когда появился ребенок, как расставить приоритеты, как общаться в семье, свекровь, теща, все это взаимодействие. Могу даже, если будет интересно, про роды рассказать, потому что девочек это тоже волнует. Основная цель этого – снять все нервные напряжения, которые существуют у будущих невест. Поэтому я предлагаю приходить девчонкам, конечно, у которых в этом сезоне будут свадьбы, в этом году, ну и также те, которые планируют на следующий год свадьбы и вообще планируют семейную жизнь, потому что нам никто об этом не рассказывает. И даже если нам об этом говорят мамы и бабушки, мы их не слышим. А нужно, чтобы человек со стороны нам это сказал. Ну, я мама, я жена, я мама троих детей, то есть я организатор мероприятий, я их веду, я их вижу изнутри. То есть я настолько уже все это знаю, что мне хочется это отдать. Вот так. Ну, ты сказала, что этот проект для девушек, которые собираются, планируют, но мне кажется, он же подойдет и для тех, кто вот только вышел замуж. Им же тоже все эти знания нужны, пока не поздно. Они тоже могут принять участие в проекте? Для них, я думаю, что будет отдельный тренинг, и он есть. Это, наверное, другой будет разговор, другой передача. Здесь мы говорим о незамужних девушках, потому что у них другие вопросы, другие страхи, другие проблемы. И мы их будем потихонечку убирать, 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 чтобы вот к свадьбе они совсем ушли, и они вышли замуж счастливо и жили, самое главное, счастливо. Вот это главное. Ну, как это планируется? Это как курс лекций или будут какие-то семинары, мастер-классы? Как это будет выглядеть? В каком формате? Сейчас будет пилотный проект, потому что осенью он будет планироваться масштабно. Я планировала сделать несколько занятий. Сейчас это будет одно или два занятия, на котором мы будем говорить о красоте и о психологии. То есть красота – это всё, что мы можем предложить как мастера свадебного дела, как это мы можем провести, украсить, организовать, снять и так далее. То есть без этого никуда. Девочки об этом думают. Снимаем нервное напряжение, говорим о фишечках, говорим об особенностях каждой девочки. Вот в этот раз я зову стилиста Ирину Челпаченко. Это мой партнёр и друг. Она уникальна тем, что она настолько умеет подход найти к каждому человеку и настолько какими-то маленькими аксессуарами, брошечками, словами, грамотным подбором цветовой гаммы девочка расцветает на глазах. Вот правда. Я, если бы сама это не видела, не поверила. И уникальность в том, что она за рубежом проходила обучение и из модного проговора у неё был преподаватель Александр Васильев. Так что, я думаю, что достаточный уровень высокий у этого стилиста. И в этот раз я зову тренера по фитнесу. Павел Кистенёв его зовут. Это человек, который сделал себя сам, молодой тренер, но несмотря на то, что он из такого пухленького мальчика, неуверенно в себе, сделал себя мощного красавца, который теперь тренирует, который участвует в специальных спортивных мероприятиях. И мы будем вместе с ними говорить о красоте, о красоте тела, как себя подготовить к свадьбе, чтобы выглядеть настолько эффектно. А я буду говорить о том, как девочкам быть королевой не только на своей свадьбе, но и по жизни. Потому что, я говорю, на свадьбе всё не заканчивается, а только начинается. У вас будет стилист, будет фитнес-тренер. А какие-то семинары, чтобы каким-то образом помочь девушкам в будущей семейной жизни, планируются? Это будет мастер-класс от меня. И совместно мы будем делать как раз с Павлом Кистенёвым. С тренером, как бы это смешно ни звучало, мы будем вместе готовить здоровую вкусную еду. Я, конечно, об этом знаю тоже очень немало, но Павел подаст это с точки зрения здорового тела, здорового питания. А я расскажу о том, как грамотно приготовить еду любимого, для любимого, чтобы она была полезна прежде всего. Где, когда будет этот проект проходить? И можно ли ещё записаться в участники? И каким образом? Записаться нужно. Звонить можно мне, найти меня можно ВКонтакте. У нас там есть группа, так она и называется, Институт благородных невест. На моей страничке это есть. И на страничке наших партнёров. Проходить это будет в ресторане «Арагон». Это будет в мае, скорее всего, начнём 17 мая. Так что я рекомендую тем, кто хочет попасть, так как это бесплатно, так как это интересно, так как это необходимо, я рекомендую попасть тем, кто очень-очень хочет. Ну и, естественно, это только для девочек. Не надо приходить с женихами, с мамами. Приходите, девочки, потому что мы очень-очень сильно будем секретничать. Вот прям для девчонок всё самое лучшее. Юля, а можно сейчас, я, конечно, понимаю, на семинаре это всё будет масштабно. Но вот сейчас есть у тебя какой-то свой секрет, с которым ты идёшь по жизни? Секрет, не знаю, семейной счастливой жизни, секрет того, как быть королевой? Вот в нескольких словах для наших зрителей, чтобы их заинтересовать. Ну, вы знаете, есть старая русская методика «Спас». Она просочилась к нам в современные анекдоты, когда поднимаешь руку и говоришь «А, ну и мне фиолетовый параллельно». Вот, вы знаете, это, наверное, самый главный секрет – не загоняться ни по какому поводу. Не мутить воду, не бросать камень, чтобы не было кругов по воде. Чем ровнее остаёшься к ситуации, тем происходит так, как тебе нужно. Ну и почаще улыбаться, конечно, и дарить людям больше улыбок, потому что это в данное время, это ой, как необходимо. Ну что ж, Юля, большое спасибо, что сегодня к нам пришла, рассказала о своём замечательном проекте. Я надеюсь, что среди зрителей оказались те девушки, которым он будет интересен, и они обязательно его посетят. Ну и мы, в свою очередь, к вам заглянем. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!